Так вот, 900 километров дорог региона удалось построить, отремонтировать и реконструировать в рамках национального проекта безопасные и качественные дороги, а также ряда других проектов. 70 километров отремонтировали в Барнаульской агломерации. На 2020 планы почти такие же. Чуть больше объем работ будет выполнен в Бийске и на территории Новоалтайска. Они будут чуть побольше, чем в этом году. Порядка 12 километров Новоалтайский, чуть меньше 30 километров в Бийске, поскольку мы говорим про Бийск, это бийскую агломерацию, это дороги, как и в Бийске, и территориальные дороги, которые в нее вошли. Продолжат субсидировать авиационное сообщение с Томском, Казанью, Красноярском и Новосибирском. 2 января состоится первый перелет до наших ближайших соседей. За месяц из 78 мест купили 36 билетов в Новосибирск. Министр назвал это хорошей цифрой. Других субсидированных направлений, к примеру, в Горной Алтай пока не планируют, нет спроса. А вот на что он есть, так это на подземный туннель в Барнауле, в районе железнодорожного вокзала. Но пока нет даже проекта. Вопросов много, и должны сказать проектировщики, сколько приблизительно это будет стоить, как это сделать, и тогда мы можем понимать и говорить о масштабах бедствий, реально при нашей жизни, и при том, что есть мы туда войти или нет. К тому же сейчас, по словам министра, в приоритете ремонт двух путепроводов в районе нового рынка, и они находятся в сложном техническом состоянии. Город уже получил судебные решения, поэтому обязан их ремонтировать в первую очередь. Татьяна Голубева, Илья Халяпин. День с толком.